Экспорт услуг, доходы, расходы и заработная плата – основные тезисы заседания горисполкома. Здесь подвели предварительные итоги социально-экономического развития города за год, а он был, несомненно, непростым. Санкционное давление стало вызовом для экономики, но отнюдь не препятствием для её успешного функционирования. Абсолютное большинство предприятий сумели оперативно перестроить свою работу в новых условиях. Сохранилась положительная динамика промышленного производства. Рост более чем на четверть – 134%. За 10 месяцев получены выручки от реализации продукции на 570 миллионов рублей больше аналогичного периода прошлого года. От реализации продукции в городе получено более 250 миллионов рублей прибыли в 2,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность продаж возросла до 8,1% при 4,1 годах ранее. В Бобруйске практически в два раза уменьшилось количество убыточных организаций. За 11 месяцев средняя зарплата составила 1265 рублей. Это на 14% выше, чем в прошлом году. Обеспечено увеличение поступлений совокупных доходов в бюджет города 115,5% на 1 декабря при годовом задании 107,6. Объем строительно-монтажных работ превысил 20% от уровня 21-го. По вводу жилья – более чем на 45. Экспорт товаров в целом по городу составил 114,7% 10 месяцев. Услуг – 106%. Положительная сальдо товаров и услуг составила более 160 миллионов долларов. Достигнут наибольший результат за последние 8 лет. Это обеспечивает устойчивость как на финансовом, так и на валютных рынках. Дает нам возможность реализовать инвестиционные проекты. Специалисты определили и значение прогнозных показателей на 2023. В планах увеличение среднемесячной зарплаты на 16%. Она должна составить 1490 рублей 60 копеек. Инвестиции в основной капитал – 130%. Задача сложная, но выполнимая. Выполнять мы ее будем в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов промышленных предприятий города. Порядка 65 миллионов. Это Бэрвуд – 20 миллионов. Бобруйский завод ТДА с переносом срока реализации проекта с 2022 года на 2023 год и объемом инвестиций – 17 миллионов. Билшина – 9,6 миллионов рублей. Управляющая компания холдинга Бобруйска-Громаш. Обозначен бюджет города на будущий год. Он по-прежнему сохранит социальную направленность. На финансирование сферы образования и здравоохранения будет затрачено более 80%. В два раза планируют увеличить расходы на капитальный ремонт жилищного фонда. На 2023 год доходы бюджета определены в сумме 447,7 миллиона рублей с увеличением ожидаемого 2022 года бюджету на 14,7%. Плановое поступление собственных доходов определены в сумме 192,8 миллиона рублей и их удельный вес в общем объеме составит 43,1%. Львиную часть средств планируется инвестировать в развитие городской инфраструктуры, строительство улиц, путепроводов и мостов, возведение многофункциональных торговых центров. В Киселевичах распахнет двери детский сад на 240 мест. Реконструируют старый хирургический корпус больницы скорой медицинской помощи. Деньги пойдут и на физическую культуру и спорт, грибную базу и ФОК. Проекты, безусловно, значимы и нужны. Те, что сделают Бобруйск еще краше и комфортней, а качество жизни горожан выше. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.